Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередная встреча, посвященная семинару в Красном Университете по теме экономика и экономическая теория марксизма, экономические проблемы современной России. Занятие у нас повторное, даже не занятие, а встреча, да, повторная. Предыдущая встреча прошла немножко в другом составе и все-таки тема очень важная для понимания, да, это, ну, можно сказать, основа основ и не мешало бы ее повторять и повторять, может, даже несколько раз. Вот, ну, значит, было дано семь вопросов и необходимо было дать ответы на два из них по выбору. Вот, значит, вопросы следующие. Понятие капиталистического производства. Основной экономический закон капитализма, цель капиталистического производства. Рабочий день при капитализме, необходимый прибавочный труд, норма прибавочной стоимости. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Условия сокращения рабочего дня и повышения уровня реального содержания заработной платы. Историческая тенденция капиталистического накопления. Кто готов дать ответы на первый и второй вопросы? Я отвечал на первый. Далее. Первый вопрос – понятие капиталистического производства. Я здесь начала отвечать с понятия, что, собственно, есть само производство. Это процесс присвоения материальных благ в рамках определенной общественной формы и посредством ее. Далее необходимо, наверное, было расшифровать, что такое общественная форма. Это система общественных отношений. Ну и капиталистическое производство – это товарное производство на той стадии или ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром, когда не только предметы, вещи являются товаром, но и способность человека к труду. А рабочая сила, ну, это тесно связано с вопросом, как раз который касается определения понятия рабочая сила. То есть, если совсем кратко говорить, есть способность человека к труду. Вот. То есть, таким образом, кратко. Ну, кратко, но, по-моему, очень. Даже особо-то не добавить нечем. То есть, емко. Прямо в точку. Если может кто-то еще, у кого-то есть, что добавить. Хотя я, наверное... Не, не добавить. Я тоже на этот вопрос отвечал. Ну, я ответил немножко, и здесь у меня по-другому получилось. Значит, понятие капиталистического производства. Я просто указал здесь, что человечество в своем развитии познало несколько форм производства. Это соответствующие формам общественного строя первобытной общины, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической формы производства. Это способы производства. Да, соответствую. Понятие капиталистического... Дальше как... Почти как у вас. Понятие капиталистического способа производства возникает, когда в производственные отношения вступает рабочая сила, как товар. То есть, способность человека к труду вступает, как товар. И этот товар имеет свою стоимость. Иначе говоря, возникает всеобщее товарное производство. То есть, так вот у меня на первый вопрос только так ответил. Здорово. Вроде разобрали вопрос. Ну да, исчерпывающая есть суть, в общем-то, определений. Так, ну, перейдем к второму тогда вопросу. Второй вопрос. Основной экономический закон капитализма. Цель капиталистического производства. Ну, один из самых сложных вопросов, да, судя по... По семинару. И... В принципе, он сложный, потому... Почему? Потому что... Здесь нужно обращаться к науке логики Гегеля. То есть, это... Что такое закон понимать, в принципе? А это уже вторая книга науки логики. Сверху сущности. Учение о сущности. Вот. Кто-то готов высказаться. Ну, я тоже с этим вопросом попытался, так сказать, ответить. Но, честно говоря, потом, когда я смотрел семинар, я понял, что тут тоже ошибок наворотил. Ну, вот как я сначала, как я ответил самостоятельно. Значит, я так отвечал. Основной экономический закон капитала можно выразить формулой. Деньги, товар, деньги. Деньги вкладывают в товар, чтобы получить большие деньги. Так как в этой формуле в товар включается не только стоимость средств производства и стоимость исходных материалов, а еще и цена рабочей силы, которая не только самоокупается, но и создает прибавочную стоимость товара, которая полностью остается в распоряжении капиталиста. То есть, происходит самовозрастание капитала. Вообще-то, как бы, цель... Так, это у нас вопрос звучит... Основной закон? Основной закон стоимости. Основной закон капитализма. Стоимости капитализма – это закон стоимости. То есть, получается, что я... Основной экономический закон, капитализм, закон стоимости. А я его практически здесь никак не открыл. И после семинара какой вывод? Ну, честно говоря, просто я немножко... То, что закон стоимости, он включает в себя как бы закон необходимой стоимости и прибавочной стоимости. Они скорее вытекают из этого закона? Но они, нет, они не то, что вытекают, а он-то, закон стоимости, он более как бы общий. Он в себя уже включает эти законы, единственное только, что они проявляются... Они, наверное, не включают в себя, а из этого закона все остальные исходят. То есть как бы, ну, да, можно и так сказать, что включают в себя, но скорее вот от него... Ну, они, скажем так, это закон прибавочной стоимости, он в законе стоимости тоже как-то содержится. Другое дело, что он еще в неразвитом таком состоянии... Как момент. Да, как момент. Как неразвернутый результат. Да. Вот. Но все равно он там есть. Поэтому вот тут вот действительно затруднение как бы с разъяснением самого закона стоимости. Закон стоимости, вот как я вроде понял, что есть потребительная стоимость. То есть любая вещь, любая, любой товар, да, товар, это вещь, имеет две стороны. Значит, одна сторона – это стоимость потребительная, то есть это некоторая полезность вещи. А вот эта вот полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Вещь. И есть другая сторона – это меновая стоимость. Это... Что это значит от меновая стоимость? То есть это какой-то... Как сказать? Количество товаров и услуг, которые можно приобрести. Что на что ты можешь поменять? Ну, не услуг. То есть мы сейчас рассматриваем просто как товар, как вещи. Да, то есть без услуг. А вот такой абстрактный товар, да, так скажем. Ну, вот, то есть меновая стоимость – это какое, например, вот количество картошки необходимо обменять на, допустим, на пару ботинок, да. То есть вот, например, на пару ботинок нужно обменять, там, 10 килограмм картошки. То есть это вот эквивалент, 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 как это называется, эквивалентная стоимость. Эквивалент, собственность, с обменом? Да. Затраченного труда. Да, ну вот, что общего, да. То есть для того, чтобы мы понимали, сколько необходимо картошки обменять на пару ботинок, мы должны найти в них что-то общее, да. Ну, как можно найти что-то общее, там, в картошке и в ботинках? То есть если вот смотреть на поверхность, то это невозможно. И в том, и в другом продукте содержится, то есть вот Карл Маркс нашел, стоимость. А вот что такое стоимость? Это количество необходимого общественного абстрактного труда, затраченного на производство продукта. То есть вот на картошку затрачена рабочая сила, да, какие-то там средства производства и так далее, и так далее. То есть абстрактный труд, не конкретный. И вот какое-то количество труда затрачено на ботинки. И вот это общее между ними. Что на один продукт, что на другой продукт затрачено какое-то количество абстрактного труда. Вот. И отсюда выходит закон стоимости. Что стоимость – это количество необходимого затраченного труда на производство того или иного продукта. И из этого закона уже, получается, исходят все остальные законы. Так, а цель дальше у нас капиталистического производства? Ну, кроме того, ну это извлечение прибыли. Тогда вторая часть вопроса – цель капиталистического производства. И вот путают, как я понял, вот эти два вопроса и ответы на эти два вопроса путают местами. То есть вместо основного экономического закона капитализма описывают цель производства, цель капиталистического производства. И наоборот. Просто получение прибыли. Производство прибавочной стоимости. Извлечение максимальной. Извлечение максимальной. Да, прибавочной стоимости. Ну, прибавочной стоимости. Я могу добавить, что в прежних докапиталистических укладах все равно подразумевалось целью – это человек. А при капитализме человек полностью нивелируется. То есть цель уже голая прибыль. Вот, этим капиталистический уклад отличается от тех, которые были до него, хотя они, конечно же, были несовершенны. А вот прибавочная стоимость кто-то может раскрыть, что это такое? Или это у нас дальше будет? У нас дальше идет вопрос по… Да, это третий вопрос. Давайте к третьему тогда вопросу. Третий вопрос звучит так. Рабочий день при капитализме, необходимый прибавочный труд, норма прибавочной стоимости. Ну, я там посмотрела в капитале Маркса, немножко попыталась ответить на этот вопрос. Ну, начать можно с того, что стоимость рабочей силы определяется рабочим временем, требующей для ее воспроизводства. Определяется средней суммой жизненных средств, необходимых для поддержания жизни работника. Таким образом, при капитализме рабочий день делится на две части. То есть это необходимое рабочее время и прибавочное рабочее время. Можно изобразить напрямую. То есть А, Б, С. А, Б — это необходимое рабочее время. Б, С — это прибавочное рабочее время. Необходимое рабочее время — это то время, за которое работник может восполнить стоимость своей рабочей силы. А прибавочное рабочее время — это то время, за которое работник работает на капиталиста и отчуждает свой труд в пользу капиталиста. То есть не свой труд, а результаты своего труда. Он производит товары, которые капиталист присваивает себе. Рабочий день — величина переменная. Она может изменяться в известных пределах. Наименьший предел не может быть определён. То есть если как бы смотреть на прямой вот этой А, Б, С, то Б, С может быть равна нулю. А также наибольший предел определяется физическими пределами рабочей силы плюс нравственными пределами. То есть таким образом рабочее время колеблется в пределах абсолютных физических границ и социальных границ. Ну естественно, что капиталисты стремятся к безудержному увеличению рабочего времени, нарушая таким образом как нравственные пределы рабочего времени. То есть они отнимают у рабочих право на какое-то культурное развитие и так далее. Ну и зачастую как бы то, что видно из примеров истории, значит капиталист нарушает также и физические пределы рабочей силы. То есть он отказывает рабочему даже в каких-то необходимых потребностях. Требование нормального рабочего дня является как борьба за пределы рабочего дня между классом капиталистов и рабочим классом. Как далеко может быть продолжен рабочий день? Капиталист отвечает на этот вопрос так. Полный 24 часа в сутки, исключая те немногие часы отдыха, без которых рабочая сила не может начать новую службу. Он достигает этой цели сокращением продолжительности жизни рабочей силы. Ну то есть когда рабочий перенапрягается, естественно он работает на износ и его как бы здоровье от этого терпит. Костровырабатывает ресурсы. Ну и также надо отметить, что отдельный работник лишён возможности сопротивления и попадает под эго капитала. Значит работник вовсе не есть свободный деятель. То время, на которое он может продать рабочую силу, есть именно то время, на которое он вынужден продать её. Но из этого можно сделать вывод, что только объединяясь, вместе рабочие могут бороться за изменения, сокращение продолжительности рабочего времени. Прекрасный ответ. Очень здорово. Спасибо, Ксения. Даже добавить нечего. Ну вот, тоже отвечал на третий вопрос, собственно говоря. В принципе, я пошёл по пути просто, скажем, определений. Вот. На основе той литературы, которая предоставлена в Красном университете. Ну вот, что по рабочей силы. Рабочая сила – это способность к труду, а более конкретно совокупность физических и духовных потенций, которые всякий раз спускаются в ход при производстве материальных благ. Это было из социальной диалектики, 58-я страница. Стоимость рабочей силы включает в себя исторический и моральный элемент. Денежное выражение стоимости товара рабочей силы является его ценой. Способность рабочей силы быть источником стоимости, причём больше, чем она сама обладает, делает её специфически капиталистической потребительной стоимостью. Это из Смирнова. Ну и заработная плата – это цена, по которой работник продаёт свою рабочую силу. И прибавочная стоимость – это… Норма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость, она, видимо, безгранична. Пока не выработанная. Ну, точнее, стремление к… Нет. Стремление к безграничной прибыли – это как бы присущая черта, которая присуща капитализму. А есть же норма прибавочная. И это из цели производства капиталистической. Она искусственно ограничивается в нашем… Если в нашей объективной, то это ограничивается законодательством. Нет. Ну ладно, это как бы отключение. Ну, она ограничивается… Уже отключение. Количеством часов в сутках. Да. По большому счёту. Физически – да. Ну, она же… И можно увеличивать прибавочную стоимость не только за счёт увеличения количества рабочего времени, но и за счёт уменьшения вознаграждения. За счёт… Да, снижение здесь же… То бишь, пределы не ограничиваются только рабочим временем. Ну вот, я так на этот вопрос ответил. Им тоже, конечно. Поскольку прибыль представляется порождением всего капитала, её норма определяется отношением прибавочной стоимости, обычно годовой, ко всему авансированному капиталу. между тем, как норма прибавочной стоимости есть отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Если норма прибавочной стоимости характеризует степень возрастания переменного капитала, то норма прибавочной стоимости указывает степень возрастания всего капитала, то есть доходность капиталистического предприятия. То есть, это не просто, как бы так вот, сколько захотели, столько и врубаем, столько пишем, а именно вот, норма прибыли, она всегда имеет какую-то расчётную расчётную характеристику. Ну вот, это так вот мой ответ на этот вопрос, но я его не послал, потому что там столько написано, что у меня не влезло. Так, у нас дальше четвёртый вопрос. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Это был третий вопрос. Нет, это четвёртый. Нет, четвёртый. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Мы просто раскрывали в предыдущем вопросе эти вопросы. Они управляются один за другой. Тогда я, получается, ещё раз, наверное, повторюсь, зачитаю эти определения. То есть, рабочая сила — это способность к труду, а более контакретно — совокупность физических и духовных потенций, которые всякий раз спускаются в ход при производстве материальных благ самим непосредственно рабочим. Стоимость рабочей силы включает в себя и исторический, и моральный элемент. Денежное выражение стоимости товара рабочей силы является его ценой. Особенная способность рабочей силы — это быть источником стоимости, причём больше, чем она обладает сама по себе, что делает её специфические, специфической капиталистической потребительной стоимостью. Ну и заработная плата — это цена, по которой работник продаёт свою рабочую силу. Вот. В общем, это всё из социальной диалектики. И также рассмотрел, насколько смог, это Смирнов, метод исследования экономического закона движения капитализма. Капиталин Карл Баркс. Дарья тоже, да, на этот вопрос готовила? Да, ну, по заработной плате тут ещё, да, кажется, осталось. Ну, тут всё просто — это плата за труд. Заработная плата — плата за труд. То есть, вознаграждение за труд. Кажется, в трудовом кодексе прям. Это не тот документ, по которому нужно определить. Что такое заработная плата? Ну, это я читаю даже не свой ответ, а комментарий к моему ответу. Это Виктор Иванович так прокомментировал. Да. Ну, то есть, да, ещё можно сказать, что по итогу товар, который производит рабочий, он в... ну, то есть, по стоимости превышает затраты на существование. Ну, то есть, выхлоп всегда больше, грубо говоря. Короче. Да. Понимаю. Ну, да, то есть, и Сергей об этом уже сказал, что это вот рабочая сила — это такой товар, который воспроизводит большую стоимость, чем запрашивает на воспроизводство самого себя. с производства рабочища. Хотел бы отметить, это не я сказал. Ну, я только донёс. Добро. Будем считать, что ты это понял, а понять, значит, выразить. Да. Выразить понятие. Так, ну, четвёртый вопрос раскрыли. Ксения, Вадим Алексеевич. Так, я шестой вопрос отвечаю. Ну, у нас пятый вопрос. Условия сокращения рабочего дня и повышения уровня реального содержания заработной платы. На этот вопрос попробовал ответить я. Честно скажу, когда я уже подготовил ответ, там дальше в списке литературы была интересная такая монография, на которой просто, честно говоря, это в философии производительного труда, где вот все вот это очень хорошо, на мой взгляд, раскрывает. Ну, как я ответил на этот вопрос? Условием сокращения рабочего дня является снижение времени, затраченного на производство прибавочного продукта в процессе капиталистического производства. то есть снижением времени затрачиваем на создание прибавочной стоимости. Условием повышения реального содержания заработной платы это либо ну, точнее, это как взаимообратное движение, то есть это надо снижение прибавочной стоимости и увеличение цены в рабочей силу, то есть в этой стоимости товара. Ну, как соотношение. А условия именно какое? Какие условия именно? Либо это еще можно также реальное содержание рабочей платы можно достичь путем повышения производительности труда за счет усовершенствования средств производства. Вот это если вкратце. Ну, а также еще одним из необходимых условий это коллективная борьба, то есть некое профсоюзное движение, когда уже путем некоторых коллективных переговоров между работодателем и скажем так объединением рабочих в виде профсоюза уже идет обговариваться какая стоимость рабочей силы будет на конкретном производстве. А мне как это все-таки класс профсоюзная борьба это скорее метод может быть может быть может быть тут я не условия на конечную инстанцию истинно не претендую. потому что условия сокращения это действительно повышение производительности труда. То есть чем выше производительность труда то есть действительно как ты правильно сказал то есть прибавочную стоимость меньше время затрачивается значит можно сокращать это время а вот как его сокращать методы сокращения это уже действительно без борьбы не обойтись потому что при капитализме капиталист он заинтересован не повышать стоимость заработной платы а наоборот еще увеличивать рабочий день а вот в чем выражается рост производительности рост производительности это во первых автоматизации производства ну то есть более совершенно техника и технология раз и собственно все что там еще бывает технологический процесс изменение технологического процесса так далее то есть вот это организационно-методическое предприятие ну вот именно производительность сама производительность что это такое то есть рост производительности что это увеличение количества товаров выпущенного за единицу времени можно не так сказать а можно сказать что это сокращение рабочего времени и затратов труда на производство одной единицы производства единой да можем так то есть если сокращается время и сокращается необходимый необходимый труд для создания одной единицы товара то можно и сокращать рабочее время но при капитализме это работает не на сокращение рабочего времени а на сокращение рабочих да да хотел бы еще добавить что повышение производительности труда еще может быть достигнуто за счет обучения самих рабочих то есть более совершенным методом работ повышает квалификацию да то есть и уровень образования и квалификацию и более бережливому там производству и так далее и так далее и так далее мне кажется мы не очень раскрыли реальное содержание заработной платы так условия сокращения рабочего дня мы как бы вроде раскрыли повышение уровня реального содержания этого метода далее ну вот я говорю что я по портал соответственно не совсем мне кажется повышение уровня реального содержания уже наверное в борьбе достигается то есть именно парасоюзная борьба нет реальное содержание заработной платы уровень так уровень реального содержания заработной платы то есть это ну грубо говоря сколько как ты скажу сколько бетонов можно купить на зарплату да вот да вот и ну а условия повышения вот это а условия повышения это опять же условия сколько ты выработаешь то есть именно опять все упираясь в производительность труда опять да получается опять производительность труда пригодится но с другой стороны там сколько капиталист тебе положит этих батон а вот чтобы добиваться этих добиваться реально повышения реального содержания это да это путем борьбы нельзя сказать что условия повышения реального содержания заработной платы является смена вот именно строя с капиталистического на социалистический наверное да при капитализме же плата не повышается только если производительность труда не повысится нет производительность труда да но она так и так должна повышаться при любом строе значит все-таки если тогда отбросить все так сказать как бы все что вокруг этого навороченного то в сухом остатке получается производительность труда это главное повышение роста производительности да рост производительности при капитализме же возникла крупная машинная производства и так далее то есть это все возникло при капитализме но содержание заработной платы не повысилось при этом ну наверное тоже повышается другое дело что она повышается в таком объеме в котором хотелось бы необходимо да так сказать по уровню общего уровня так сказать жизни человечества нет надо понимать что условия это они предрасположены то есть предрасположенность к повышению есть есть условия созданы но повышать просто так никто не будет да заработная плата заработная плата это же цена рабочей силы да то есть это не опять же ты не цена рабочей мы раньше выяснили что заработок заработок от цена работник продает свою которая издать человек да работник продает свою рабочую силу но это не его стоимость наверное условия они не обязательно подразумевают условия роста производительности труда не обязательно подразумевают рост цены рабочей силы даже если допустим в борьбе достигаются там повышение содержания реально содержания заработной платы уровень ниже инфляции скажем да то есть фактически даже на реальное содержание реальное содержание заработной платы не увеличивается то есть это увеличивается просто в деньгах да как бы заработная плата а реальное содержание при этом не увеличивается Если инфляция, получается, скидает вот этот набав. Так, ну, шестой вопрос. Историческая тенденция капиталистического накопления. Давайте я попробую. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я обратилась к капиталу Маркса и, в частности, к главе капиталистического накопления. То есть там есть, возможно, частичный ответ на этот вопрос. Значит, Маркс пишет о том, что капиталистическому накоплению предшествовало его первоначальное накопление. Первоначальное накопление является не результатом капиталистического накопления, а исходной точкой. То есть была какая-то исходная точка, от которой пошло дальнейшее накопление. Ну и также в литературе современники Маркса описывают миф об идеалистических способах первоначального накопления. То есть они говорят, что были какие-то люди, которые более усердно трудились, и были люди как бы лодыри, которые не работали. Вот те, которые усердно трудились, они как бы заработали первоначальный капитал, и потом уже с этого пошло дальше история накопления. Но на самом деле Маркс опровергает этот миф. Процесс, создающий капиталистические отношения, может быть только процессом отделения работника от условий труда. Первоначальное накопление — это исторический процесс отделения производителя от средств производства. И исходной точкой является крепостное состояние рабочего. Маркс приводит там различные примеры, как это производилось. Например, в Англии кража государственных имуществ или захват земли частными собственниками. То есть люди, как бы крестьяне, просто сгонялись со своих земель, и эти земли либо приватизировались, в общем, как-то отчуждались от них. И происходит увеличение числа свободных пролетариев. Народ вытесняется в города, у них появляется необходимость работать на других, идти на рынок. Таким образом, грабежи, мерзости и бедствия сопровождают насильственную экспроприацию народа. Также происходило очищение имений в Шотландии. Людям, изгнанных из деревень, было запрещено эмигрировать из страны. Они должны были селиться в Глазго и других фабричных городах. И принимались законы против бродяжничества. То есть государство также участвовало в этом процессе. И образуется постепенно рабочий класс, который вследствие своего воспитания, традиций, привычек, признаёт требования капиталистического производства за очевидные законы природы. То есть этот процесс представляется как естественный. Буржуазия нуждается в государственной власти для регулирования рабочей платы, для удлинения рабочего дня и чтобы удержать рабочего в нормальной степени зависимости. С экспроприации и отнятием у крестьянных средств производства идёт рука об руку уничтожения деревенских побочных промыслов, процесс отделения мануфактуры от земледелия. Ну и выделяются две формы капитала, которые оставили нам средние века. Это расставчические и торговые. Способы первоначального накопления являются в Испании, Португалии, Голландии, Франции и Англии. Они основываются на грубейшей силе, как, например, колониальная система. Пользуются государственной силой. То есть имеются какие-то общие тенденции, свойственные для всех вот этих вот как бы европейских стран, которые анализируются вот в этой главе. Ну, далее как бы этот процесс не останавливается, он продолжается дальше. Начинается экспроприация капиталиста капиталистам, то есть более крупные капиталисты стягивают капитал, отнимая его у более мелких капиталистов. И таким образом этот процесс приходит к своему отрицанию. Отрицание капиталистического производства производится им же самим с неизбежностью исторического процесса. Происходит превращение капиталистической собственности в общественную. То есть должна произойти в конечном итоге смена вот этого капиталистического способа производства. Вот это, наверное, и есть как бы историческая тенденция капиталистического накопления. Очень прекрасный ответ, если нет. Я бы так не ответил. Монополизирует капитал. Согласен. Может быть у Ленина еще что-то там есть в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Думаю, да нет, еще надо почитать. Ну, я вот сейчас Ленина начал читать с первой главы, с первого тома. И он как раз там и рассматривает. Но он рассматривает не капиталистическое производство, а крестьян, крестьян. То есть там три уезда крестьянских. И он рассматривает положение различных крестьян, у кого какая собственность, как это перераспределяется, кто что вынужден в итоге прибегать, каким методом. То есть у одних там допустим 50-10 земли, у других там 10-10 и вот у кого меньше земли. Они вынуждены наниматься тем, у кого больше, чтобы просто прокормить свою семью. Ну, я не дочитал. Но в итоге там уже примерно понятна картина, что больший капитал начинает пожирать более мелкие. Ну вот Маркс приводит там много примеров. Именно он вот прямо посвящает этому там несколько страниц. То есть если их все читать, то как бы много времени уйдет на это. Но это интересно. Конечно, надо читать. Ну, вообще учеба в Красном университете, она не ограничивается ответами на вопросы данные в лекции. А все-таки подразумевает самостоятельное чтение всей классической литературы. Без этого никак. Как и вся учеба ограничится просто наличием свободного времени. Это да. Это условие такое, что нужно его как-то черпать. Я вот, например, в транспорте общественном читаю. Хоть это и очень тяжело, в шесть утра. А люди как реагируют? Как реагируют? Да. Когда я читаю... Ну, вообще вот сейчас не часто встретишь вообще читающего человека. Нет, почему я, кстати, замечаю, много кто читает. А, или в телефоне я сам. Ну, я вот, лучше эти читаю. Хотя тяжело, конечно, зрение очень там расплывает. Лучше бумажку почитать. Ну, можно с ним. Так, ну, все вроде, все вопросы ответили. Прекрасно, причем ответили. В прошлый раз до семинара, когда мы пытались отвечать, мне кажется, менее был уровень ответов, менее сильных. Сейчас уже более подготовились. Спасибо. На здоровье. Если вы не бывали в Сверхловске, приглашаем вас в гости и ждем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.